всем привет и добро пожаловать вами готовим вкусно быстро красиво полезно и дешево сегодня я хочу вместе с вами сделать лазанью но не ту которая плавает соусе бешемель и которая просто-напросто нам прибавляет много килограмм на нашей фигуре а по моему рецепту давайте пройдемся что же у нас пойдет и что нам нужно в наш рецепт лазаньи значит нам нужно будет 2 луковицы я взяла одну красную одну белую обычный речь репчатый лук но это не из-за того что там должен быть красный лук просто-напросто мне другого не было я взяла их так банка помидоров собственном соку которая уже порезана у меня с добавка чили ну опять же потому что мне так хочется да вы можете взять любую 2 морковки которые тоже натерты уже на мелкую терку 800 грамм говяжьего фарша вы можете брать любой фарш смешанный какой вам вообще нравится и так далее это у нас все пойдет вместе с четырьмя зубчиками чеснока в фарш в соус мясной затем мы приготовим с вами соус бешамель который будет состоять внимание 250 грамм у меня натурального йогурта или вы можете взять сметану 3 яйца мускатный орех это мы все сейчас увидите в блендером взобьем и конечно же нужно будет тертый сыр которая тоже покупаю уже готова ну и виновник нашего торжества как обычно бездрожевую лаваш тадам он совершенно тонюсенький посмотрите какой он прекрасный чудесный и полезный ну что приступаем готовки и так у меня уже немножко разогрелась сковородочка на и я сюда отправляю вот эти самые две луковицы как я сказала вы можете взять абсолютно любой лук репчатый не обязательно красный меня просто-напросто другого не было так сюда мы отправляем это и к нему же мы добавляем наш чесночок чеснок можете выжать или как спрессор или как он называется я просто-напросто его мелко порезала вот сейчас это все будет у нас красиво обжариваться на нашей сковородке так и сразу же можно добавить и морковку все как вы любите в вашей последовательности то есть не смотрите на то как я это делаю в какой именно последовательности вы хозяйка на своей кухне и вы делаете так как вы привыкли вот на сковородочка наконец-то уже подогрелась и мы это все смешаем вот так вот до того как мы к этой прелести красочной добавим наш фарш и также помидоры собственном соку это все мы отодвигаем немножко ближе запах уже совершенно потрясающе пошел вот тем временем пока это вся прелесть у нас подрумянивается мы с вами приготовим соус альтернативный соус оля соус без шанель и так что я делаю немножко подвинем я сейчас отправляю сюда яйца три яйца у нас которые мы с вами взобьем вместе с натуральным йогуртом йогурт может быть как без добавок натуральный как у меня сегодня это может быть сметана это может быть греческий йогурт тоже совершенно спокойным все мы сюда это отправили теперь мы вот заправим этот соус мускатным орехом таром и также конечно же мы должны его подсолить и поперчить тем временем немножко помешаем наш лучок и наш прекрасные овощи все уже подрумянивается скоро мы добавим на фарш и перчим наш соус будущем до того как мы приступим взбиванию нашего соуса я хочу добавить наши овощи говяжий фарш все это хорошенько перемешаем и как обычно делаем мясной соус помешиваем на той температуре которая у нас обычно вид фарш мы также подсолим еще раз перемешаем теперь я к соусу добавлю помидоры еще раз перемешаю и приступлю к взбиванию яиц с йогуртом немножко убавим температуру до семерочки с 12 и начинаем шуметь пешамель мы взбили пришел феликс пожалуйста как всегда мой помощник здесь феликс феликс лег на полу и не помогает феликс и тихун теперь я в наш фарш мясной добавляю базилик у меня буквально чайная ложечка его получилось вот я его у нас саду сорвала и вот он свеженький такой можете добавить сухой ничего страшного не будет он такой же полезный вкусный запахи ребята у нас совершенно потрясающий в кухне и посмотрите какой у нас мясной фарш получается красочный ну что наш соус уже готов он выглядит вот так вот аля бешамель желтенький красивенький я возьму сейчас форму и мы с вами начнем собирать нашу лазанью сыр мы также поставим сюда вот такая вот у меня будет форма сегодня так поставим так и берем наш лаваш вначале я немножко полью соусом нашу форму вот так вот и мы положим первый корж нашей а-ля лазаньи вот так вот это будет выглядеть немножко еще полью внутри все это распределиться будет все красиво я этот корж немножко притрушу тертым сыром и теперь наш фарш уже готов и мы начинаем его выкладывать выключаем сковородку выкладывать на наши пласты лазаньи так возьмем побольше ложку давайте вот такую вот мы возьмем и начнем процедуру сборки лазаньи все просто все красиво мясной слой мы посыпаем опять же сыром тертым отставляем и делаем второй слой лазаньи все в такой же последовательности маля бешамель турум турум так немножко разровняем и последним стоим и выкладываем наш лаваш аля соус и хорошенько притрусим все это сыром вот так выглядит наше лазанье но я думаю сейчас еще немножко добавлю сыра тертого у меня в холодильнике поэтому я это не буду снимать а вы увидите уже потом как это будет выглядеть после духовки которая разогрела на 180 градусов и наша лазанье она должна постоять буквально 20 минут не больше так что потом через 20 минут мы опять с вами встретимся и я вам покажу готовый продукт нашу супер лазанию ну вот прошло не 20 а 30 минут я добавила немножечко времени и наша лазанье выглядит вот так вот смотрите какая она получилась у нас красивая нарядная и теперь мы с вами идем разрезать она сейчас очень горячо или как и горячая и поэтому я не знаю как она будет резаться давайте попробуем если что то когда она остынет я вам обязательно покажу как она выглядит в разрезе эти режется на хорошо феликс здесь как всегда видите так так вот сейчас я возьму лопатку и подниму и вы можете посмотреть что у нас получилось но в принципе когда она будет уже немножечко охлаждена она будет выглядеть гораздо лучше вот смотрите какие у нас слои все выглядит чудесно я могу еще кусочек отрезать для того чтобы вы посмотрели как это выглядит да опять же когда она немножечко остынет она должна постоять подышать будет совершенно другой холинкор фотографию я для вас обязательно сделаю чтобы вы посмотрели на вид наши лазаньи в поле прохладно варианте вот такой большой кусок это моему мужу будет упс смотрите какая она красавица покажу все же говорю она сейчас такая горячая не такая презентабельная но суть нашего рецепта вы поняли этот рецепт очень и очень вкусный поверьте ничем не отличается от обыкновенной лазаньи которая ну и не знаю по калорийности в 10 раз больше и вы когда кушать имеете обязательно какую-то там знаете как говорят у нас грязную совесть так что дорогие мои попробуйте этот рецепт он очень хороший вкусный полезный дешевый и напишите свои комментарии кушайте с удовольствием не бойтесь еды и посещайте мой канал приходите со своими комментариями возвращайтесь со своими какими-то идеями я всегда и всегда очень и очень всем вам рады спасибо большое за сегодняшний день и с вами была любящая вас виктория не забывайте если вы хотите купить мне чашечку кофе то добро пожаловать смотрите ссылку всех вам благ с вами была любящая вас виктория до новых встреч пока